здрасте я вот буду буду в течение какого-то времени придумал буду пробовать разные головные уборы сейчас очень популярно кстати в ресторанах использовать не поварские колпаки и всевозможные кепки реально в разные рестораны приходишь особенно открытой кухни и без булки чё только не надевают главное чтобы волосы не сыпались в еду не но мы же эту историю с вами прошли с перчатками со всеми штуками поэтому не переживайте но потестить и так сказать от вас получаю массу комментариев интересных всяких забавных но почему бы и не побеседовать значит смотрите сегодня готовим очень прикольное блюдо кстати вот мои друзья с канады ира и игорь привет вам надо умели меня его приготовить и хочу сказать что очень интересный вариант очень интересный вариант значит нам нужно терочку или острый нож для того чтобы нарезать картофан можно даже чуть чуть тоньше чтобы нарезать картофан такими слайсами стерка удобней но можно и ножом если нож острый с толстых не получится но вернее получится просто держать нужно будет на огне дольше от греха подальше попку не буду до конца тереть а почему это вы не натерли попку да она у меня и так блестящие да я про картошку а вы про картошку вот значит смотрите что делаем сковородочку нужно взять с покрытие такую чтобы но ничего не прилипало редкий случай но оливковое масло наливаем масло гоняем гоняем его по сковородочке смазываем смазываем вот так вот все смазываем даже немножко края теперь так вот выкладываем картофан мелкие кусочки оставляем под на потом на серединку картошку не очищаем с очистками вкуснее ну смысле в кожуре вкуснее чуть-чуть надо чтобы она так немножечко заходила на краешек ну и все теперь закладываем центральную часть у меня 24 сантиметра сковорода но если вдруг у кого будут вопросы какого диаметра сковорода ну и куда мне эти три девать все эту попку придется выкинуть теперь чуть соли чуть чуть соли смотрите твердый срок понадобится любой терку смотрите всего лишь навсего немножко трем на картофан для вкуса вот так теперь крышка огонь поменьше чтобы ничего не горело картошка тонкая может и загореться держим 4-5 минут под крышкой тепло сохраняется картошка нам нужно приготовить картошку чтобы она стала мягче через пять минут продолжим друзья хочу с вами поговорить немного о здоровье но не переключайте посмотрите вот прям несколько минут чем мы становимся старше тем больше мы начинаем задумываться о такой директории как сердечно-сосудистые заболевания чтобы предупредить и быть в курсе всех движений в своем организме нужно измерять регулярно причем два-три раза в день артериальное давление ведь неоднократное повышение артериального давления иногда ночью бывает стойкая повышенная приводит к сердечно-сосудистым катастрофам таким как инфаркт или инсульт измерять давление в наше время очень легко используйте этонометр и амрон для получения точного результата измерения в каждом тонометре амрон используется технология интеллисенс которая во-первых оценивает состояние сосудов пациента а во-вторых замеряет давление исходя и опираясь на три параметра вот смотрите показываю как над делать берете манжету раздвигаете как вам потребуется по ширине руки она кстати сделала сделана эргономично как павлине хвост для того чтобы было удобно ее надевать чтобы где-то не передавливала еще чего-то затягиваем на спинку отклоняемся руку кладем расслабляем старт нажимаем что видим 115 на 71 для моей физической формы для моего организма это норма я это делаю не раз поэтому в курсе ссылочка в описании зайдите ознакомьтесь приобретите кому это понадобится пока картошка подходит стоит и готовится под крышкой я взял две с горкой вот такие вот чайные ложки томатной пасты томатную пасту вы сами знаете какая лучшая выбирайте главное чтобы была вкусная значит теперь сюда у меня есть аджика та самая которая которую я летом делал рецепт есть на канале и так как здесь огромное количество чили перца и соли съесть ее сразу много нельзя она не портится добавляем капельку для того чтобы скажем вот это бисмарк потейту пицца с картофеля до превратилась бак например бакланов потейту пицца но был такой генерал который на кавказе разгонял казацкий казацкий полк генерала бакланова можете погуглить в интернете у него такой флаг черный с черепом с адамовой головой и с костями и молитваны вот и это как магику добавляем я почему именно его потому что он на кавказе там порядке наводил он будет такая у нас бакланов потейту пицца а сюда еще нужно прям чайную ложечку воды потому что томатная паста не совсем подходит для соуса на густовато ее надо немножко прям чайную ложку сюда воды добавить чтобы она стала чуть-чуть жиже о чаще всего люди вернее повара добавляют используют вернее томаты пилати для создания вот этого соуса для пиццы я вам говорю вот в таких вариациях томатная паста вкуснее значит как только картофан у нас там уже готов великолепно в общем смотрите получается что вот здесь вот видны пятнышки до картошка поджарилась вот здесь видно как картошка сейчас я постараюсь показать он она хрустящая снизу золотистая теперь томатный соус ну как у любой нормальной пиццы шикарно много не надо вкусно чуть перчик черный там какой есть теперь моцарелла моцарелла может быть любая и вот такая шариком до в рассоле свежачок сливочная моцарелла может быть моцарелла для пиццы тогда натереть ее надо вот вам основа для пиццы вот томатный соус вот моцарелла все очевидно надо попробовать вдруг кислая моцарелла у меня шикарный моцарелла делаем вот так возвращаем эту всю штуку на на плиту выливаем сюда яйцо разбиваем центр белок надрываем чтобы он растекался крышечкой накрываем уж насколько я не люблю яйца забеленные но тут требует так сказать под крышкой тепло должно расплавить моцареллу можно конечно попробую сначала с моцареллой расплавить ее потом яйцо туда но яйцо сложно прогреться через картошку и стать полностью белым поэтому мы все-таки обязаны сверху дать тепло тоже вот ну а тут пока вся эта движуха происходила я в магазине разыскал очень вкусно вяленое копченое мясо типа прошутто или шпека или еще чего-нибудь такое знаете импортное что-нибудь вкусное если нет значит наша бекончик сырокопченый или домашняя какая-нибудь может быть у кого-то есть кто-то готовит домашний колбас шейки окорока еще что вот такое надо мяско вот я подготовил такое мяско красивая самое главное вкусная краешек черный по итальянской технологии ребята делают наш российский продукт тяжело яйцо прогреться ну давай белочек схватись а желточек останься пожелтым главное моцарелла растопилась все остальное ерунда так быстро за базиликом как у нас итальянская кухня без базилика вот смотрите ловкость рук и никакого мошенничества белок весь побелел моцарелла вся расплавилась и я успел даже вынуть когда еще желток не побелел а вот это бомба значит так как это пицца но я же вам уже сказал что должно быть у какой-нибудь копченое мяско вот такое о шикарный вид как говорил миша япончик и кстати занимает совсем немного времени ну в итоге пять минут картофан пять минут все вместе и еще там 3-4 минуты на подачу и обязательно пару листочков зеленого базилика это же итальянская тема все пару достаточно больше не буду здесь главное по мне конечно даже и домашние ножи жалко хоть это и хоть это и домашние ножи но много га румяная снизу как бы и так и извините за извините за молчание некогда мне было говорить вкусно господа вкусно вообще только надо быстро делать и быстро есть а то иначе монсерла схватывается не такая тягучая она не такая толстая поэтому она не горячая не обжигающий сразу со сковороды пока картофан еще хрустящий сразу раз и вперед это можно и как завтрак это можно просто удивить гостей вечером пришли потому что сыр картошка вкусные копчености яйцо никогда ничему не мешало она идет же ведь мы знаем яйца пашот идут и в брускет и и в салаты и в суп и яйца недоваренные мешочек азиаты кладут и это полноценное блюдо очень красиво и вкусно и будет чем удивить гостей приятного аппетита обязательно приготовьте его и порадуйтесь пока